На этой неделе, завтра, в понедельник, в 7 часов вечера, мы встречаемся с людьми, которые пришли в первый раз, ну как, недавно пришли в нашу церковь. Завтра, в понедельник, в 7 утра. Если вы можете. В 7 вечера, сори. В 7 вечера. А можно на вторник? Да, можно на вторник. Давайте лучше на вторник. Хорошо. Значит, во вторник, в 7 часов вечера, мы встречаемся с людьми, которые пришли недавно в нашу церковь. Я хочу с вами поговорить. Если вы, ну, просто, ну, люди, которые ходили недавно уже в церковь, но вы никогда не приходили на такую встречу и не задавали вопросы, потому что я буду рассказывать о нашей церкви, кто мы, что мы, для чего мы, какие у нас цели, какие у нас планы, какие у нас проекты. Ну, отвечу на вопросы, потому что, например, да, ну, есть люди, которые пришли в нашу церковь в другой церкви. И у них, ну, в их церкви свои порядки, у нас в церкви свои порядки. У кого-то так смотрят, например, да, одна женщина ходила в нашу церковь, и она говорит, почему вы даете хлебопреломление всем, всем подряд. В нашей церкви, чтобы принять хлебопреломление, нужно куча слов пройти, куча покаяний, куча исповеданий. Ну, у нас есть наше откровение в нашей церкви, что Иисус Христос, когда принимал хлебопреломление со своими учениками, он же знал, что Иуда предаст его сразу после этого. Если Иисус позволил Иуде принять хлебопреломление, кто мы такие, чтобы не позволять им? Конечно же, это серьезный момент, но перед каждым хлебопреломлением мы предлагаем людям покаяться, мы предлагаем людям примириться с Богом. И я верю, что хлебопреломление, оно дает силу человеку устоять. То есть, это наше откровение в нашей церкви. Я не говорю, что в другой церкви это плохо, что они неправильные или мы неправильные. Но такие вопросы судьбоносные для многих верующих людей, есть судьбоносные вопросы. И для этого я делаю такую встречу, чтобы ответить на вопросы, разъяснить что-то, или же сказать, почему мы именно делаем вот так. Так что, пожалуйста, во вторник в 7 часов вечера. Также во вторник в 7 часов вечера у нас здесь в церкви это служение исцеления, которое проводит Лариса. У вас дошло? В 7 часов вечера также домашняя группа у Иудус. Если вы хотите попасть на эту группу, вам надо уже записываться, потому что там уже мест нет. Ларисе, то, ну, если у Ларисы зал побольше, так что мне можно пока не записываться, у нее еще места есть. Но приходите. В среду в 7 часов вечера репетиция группы прославления. Пожалуйста, если у вас есть желание, и вы умеете на чем-то играть, или вы хотите петь, в 7 часов вечера мы вас ждем. В этот четверг ничего, в пятницу в 7. Шахматы. А, стоп. В следующем также шахматы. В четверг в 9.30 и домашняя группа у Максима. В четверг в 9.30 служение по телефону. В 9. А, в 9 по телефону. В пятницу начинаем молитва в 11. И в субботу, в эту субботу в 12 часов будет библейская школа. Так что, пожалуйста, мы вас ждем. Но это объявление сегодня я сделал в последний раз. Все, мы больше не будем делать на неделю объявление. Потому что этот листочек будет висеть на доске. Чтобы вы, ну, чтобы вы больше не тратили на это время. То есть, чтобы вы, ну, если вы хотите о чем-то узнать, все будет на доске. То я буду говорить только о массовых мероприятиях, если что-то непонятно. Все, в 19.00 числа библейская школа. 24.00 и 25.00 мы празднуем Рождество. 24.00 это будет такой семейный ужин. Где мы можем, ну, нам семья Кондратенко готовит какой-то сюрприз. Я даже сам не знаю, что это будет. Но решили, чтобы каждый принес для себя и для соседа что-то покушать. А 25.00 числа будет праздничное богослужение. Уже с концертом, с проповедью, с прославлением. Дети будут выступать. Будет стол фуршет. И от людей, ну, от людей, которые придут, то есть, ну, от нас всех, это фрукты и сладости. Еду не нужно приносить. Только фрукты и сладости, если вы хотите что-то принести. В 7.00. Значит, в 7.24.00 и в 4.00. Правильно? Богослужение. А во сколько? В 5.00. В 5.00. В 5.00. В 5.00. В 5.00. В 5.00. У меня сегодня не подготовленное объявление. Вся информация продублирована на доске. Так что, пожалуйста, следите за доской. Юра и Марина, проходите наперед. Вот у нас есть места для вас. Да, можете там садиться, Олежка перейдет сюда все равно. Все. Юлдус, свидетельства и группа прославления, пожалуйста, выходите. Это что? Это продолжение.